Между ВСУ и нациками вспыхивают конфликты. Интересные моменты из интервью Волыны, того самого Волыны. Российские войска опять недалеко возле Харькова, а также, как утверждают ряд западных источников, направляются в других направлениях, кроме Донецка-Луганского. Важнейшая новость, которую многие пропустили, на Украине вообще недооценивают. А также встреча G20, на которой, вероятно, будет и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Байрактары подарили Украине. Та самая фирма, которая их производит, подарила несколько штук. И почему дроны бесполезны, по мнению западного издания, которому давали интервью украинские военные. Приветствую, друзья. Сводки с фронтов Украины не только. 27 июня. Итоги. И начну я с темы, которая достаточно важна. И она прозвучала в интервью того самого Волыны. Можно посмотреть на моем телеграм-канале. Полное интервью. И там ряд моментов. В том числе, что было изначально определенное разделение между азовцами и ВСУ. В частности, морскими пехотинцами Волыны. И вообще, периодически в ВСУ вспыхивают определенные конфликты между этими двумя, как оказалось, не совсем примиримыми группами. Потому что ВСУ это одно, а нацбатальоны все-таки это другое. И по экипировке, и по идеологии. Хотя, конечно же, ВСУ наводнили различными политруками, так если это можно назвать. Которые, конечно же, идеологически проводят определенную работу. Но, в общем, все-таки возникают конфликты. Так же, как между ВСУ и наемниками. И упоминание на такую ситуацию есть в интервью того самого Волыны. Ну, а тем временем, западные эксперты, западные политики бьют тревогу. С одной стороны, политики, тот же Драги, заявляют, что если России удастся победить в данном конфликте, то демократия как-то уже будет выглядеть не так. Или не так ее будет воспринимать. А с другой стороны, западные военные аналитики отмечают, что и продвижение есть в районе Харькова, а также перемещение войск на южном направлении, в районе Запорожского региона. И на некоторых направлениях продолжается угрожающая концентрация, как утверждают ряд экспертов. А сейчас достаточно важная новость, которую как-то не очень пока еще воспринимают соцсети. На фоне дефолта, так называемого, да, которого по внешним долгам вроде бы объявили России. Новость о том, что Иран и Аргентина подали заявку в БРИКС. А это уже действительно очень серьезный удар по ряду геополитических проектов и, в принципе, по геополитической картине мира. Но ряд журналистов и пользователи просто не понимают, насколько это сильно может изменить геополитические расклады. Кто-то когда-то говорил, ну зачем же этот БРИКС? Через Рейнон, друзья, это очень серьезно сыграет в общем, в геополитическом плане. Ну и новость, которую тоже вы наверняка слышали от G20, которая пройдет, вероятно, в ноябре. И там, вероятно, будут участвовать и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. И бойкота, в принципе, не предвидится. Те же европейские политики говорят, что недопустим этот бойкот. И неудивительно, что на этом фоне выглядит заявление Зеленского того же о том, что как бы боевые действия хорошо бы было завершить до зимы. Потому что уж очень много вопросов может возникнуть на этом G20 к участникам того же G7, к примеру. И если на Украине на новость о БРИКС обратили не очень внимания, то зато на Байрактары, что вот фирма, которая их производит, передала Украине в дар, узнав о том, что собирали на эти Байрактары. И вот они пошли навстречу и передали. А те деньги, которые собирались, то есть фактически сейчас под видом, предлогом, что они будут отданы ВСУ, ну, конечно, притула и команда очень, думаю, так распределят их, сами понимаете. Ничуть-ничуть не коррупционно. Но, с другой стороны, ряд экспертов задают вопросы, опять же, в том числе и западные. Вот Байрактары поставляют в Украину. Но в той же турецкой прессе, как вы помните, опять же, на моем телеграм-канале была выложена статья, и не только на моем, турецкая статья о том, что, собственно говоря, есть угроза, и есть уже вроде бы как факты поставок ПЗРК с Украины и тех же Джавелинов противникам Турции и тем самым группировкам, о которых говорит постоянно Эрдоган, и из-за которых он выступает против, чтобы Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. И, кстати, он какие-то там доказательства везет на саммит НАТО. Вот такая она гибридная реальность. Тут они поставляют, а здесь может быть поставки уже, как говорится, их противникам. Но, с другой стороны, как утверждают западные военные эксперты, которые общались с украинскими военными и записали с ними соответствующие интервью, и вот они утверждают, что использование американских бы было опасно, а турецких бесполезно. И объясняют они это достаточно просто. Высокоразвитой системой ПРО, ПВО у Российской Федерации. И, соответственно, американские очень дорогущие, очень качественные беспилотники могут стать жертвами, а потом еще источником изучения различных технологий. А то, что касается Байрактаров, то они, в принципе, сейчас как бы одноразовые, что ли. То есть они могут выполнять, но в лучшем случае, какую-то одну задачу, и их жизнь очень недолго в ареале действий как раз-таки российских ПВО. И поэтому в последнее время их используют все реже и в каких-то ограниченных операциях. Но для Турции, вероятно, выгодно, потому что информация о тех же сбитых Байрактарах сейчас, она не очень будоражит информационное пространство. Но вот типа, что передали Украине, это как пиар-шаг достаточно такой своеобразный, что надеются, что повысит где-то продажи в других странах. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.